Всем приветики! Пришло ко мне такое вот реле с таймером задержки. Покупал я его за 1,07$, плюс доставка 90 центов. Получилось 1,97$. В таком обычном пакете пришло, без пупырочки. И продавец, кстати, честно указал там на пакете до 1,90$. Замотано в такой, сколько слоев, 1,2, нет, сколько, 1,2, 3, 4, в 4 слоя такой пленочки мягкой. Хотя пакетик с пупыркой тоже бы не помешал. Дальше идет у нас антистатический пакет. Чем-то на конфетку похоже. Конфетки в таких примерно коробочках. На упаковочках. Правда, упаковочка вся такая замученная. У нас все такая поцарапанная, пополотая. Ну, а в ней, в ней уже лежит само реле. Ну, вот оно реле. Реле работает от 12 вольт. Получается, сюда приходит 12 вольт. Сюда плюс, сюда минус. Эта лампочка показывает, что реле включено. Здесь, собственно, как обычно, середина всегда замыкается, когда выключена с одним контактом, а когда включена, по идее, с другим. А сзади что у нас делается? Трохи грязновато сзади. Вот оно видно, средний контакт. Или с каким-то из этих замыкается. Поцарапанная. Во-первых, сразу видно грязное такое. Поцарапанная. Главное, чтобы работало. Но доллар немного, на самом деле. Тут задается, сколько оно будет работать. Вот, S1 и S2. То есть, где оно будет стоять? Вот эти перемычки. Столько времени оно будет работать. Это я не знаю, зачем. Это тоже не знаю. И это не знаю, зачем. И это не знаю, зачем. Нужно разбираться. Поэтому пока что прервусь. Буду разбираться с ним. Когда разберусь, продолжу, продолжу видео. Ну, в общем, разобрался я с этим реле полностью. Это реле задержки с триггером. То есть, с кнопкой. Вот оно, кнопочка. И оно включается тогда, когда нажимается кнопка. Получается, сюда вот приходит питание. 12 вольт. Хоть там продавец и писал, что оно может от 5, 9, 12 работать. Но от 5, оно не работает. Я подключал сюда 5 вольт. Не заработал он от 5 вольт. 9 у меня нету. А сейчас приходит 12, и оно работает. Получается, когда приходит питание, 12 вольт, загорается красный индикатор, говоря о том, что пришло питание. И в таком состоянии реле получается выключенным. И в выключенном состоянии средний контакт замкнут с верхним. А когда реле включается, вот когда нажимаем на кнопку, реле включается и загорается зеленая лампочка, показывая, что реле включилось. И отчитывает время до выключения. И во включенном состоянии середний контакт размокается с верхним и замокается с нижним. И время, через которое оно выключится, задается вот этими двумя перемычками, вот этой перемычкой и этим регулятором. Получается, когда перемычка надета, вот эта вот S4, это более длинный промежуток времени. А когда она снята, более короткий промежуток времени. И получается, а вот этой штучкой, курселочкой регулируется диапазон промежутка времени. То есть, вот, например, мы... Ну, более подробнее это написано на странице товара. То есть, получается, вот нажимая на кнопку, пошло время отчитываться. И оно сейчас стоит на максимуме, вот эта вот курселочка, если уменьшить. На максимуме это, по-моему, 16 секунд, если я не ошибаюсь, 15-16 секунд. Вот, если мы открутим назад, это будет секунда где-то, вот она только что поработала 16 секунд, примерно. И была вот эта крутилочка на максимуме выкручена. Теперь на минимум, и это должна быть секунда. Вот. Так, она работает секунду. Выкручиваем. Назад на максимум. И будет работать 15 секунд. Если эту перемычку снять, то тогда на максимуме вот здесь это будет секунда. Ну, полторы. А на минимуме это вообще будет миллисекунды. Ну, естественно, если зажать контакт, кнопку, то она будет включена всегда. То есть, когда кнопка нажата, рельеф включен, и только когда ее отжимаешь, пошел отсчет. По сути, можно всегда просто, ну, просто кому-то может нужна кнопка, мне кнопка не нужна была, я не знала, что она от кнопки работает. Но, в принципе, можно замкнуть вот этот контакт, и просто когда сюда будет подаваться питание, оно будет переключаться. Что мне было и нужно. И, кстати, есть еще одна перемычка, вот эта. Она, получается, подает питание плюсового провода 12 вольт сюда. То есть, получается, как это показать. Ну, в общем, от этого провода идет сюда питание. Если надета перемычка, она еще приходит сюда. На средний, по-моему, провод. Вот сюда приходит. И если... То есть, если вам нужно отсюда что-то запитать от 12 вольт, то вы можете прямо... Ну, если вам нужно что-то запитать от 12 вольт, вы можете прямо отсюда питаться. Благодаря вот этой перемычке. А если не нужно, если вы будете сюда 220 замыкать здесь, то тогда это нужно перемычку снять. Потому что, получается, сюда будет приходить 12 вольт И здесь у вас будет замыкаться 220 И тогда, получается, 12 вольт встретится с 220 И сгорит модуль Странно, кстати, что она надета Она должна быть снята А тот, кому нужно это, оденет ее Но продается ее отдел И кто-то, может, не почитает инструкцию на сайте товара И просто спалит модуль То есть, это специально, что ли, делается, чтобы спалили Модель должна быть снята Чтобы люди не спалили модуль А она надета И вот сейчас сюда приходит 12 вольт Благодаря этой перемычке Вот Но приходит только плюс Минус не приходит То есть, вы сможете отсюда взять только плюс И вот, кстати, странно Я возьму сюда плюс, а минус мне откуда запитать? Ну, как бы, чтобы устройство работало Нужен же и плюс, и минус И вот, получается 12 вольт сюда приходит на средний контакт И он замыкнут с верхним И туда тоже приходит Если замкнется и нижний Вот нижний замкнули Включив реле То есть, соответственно, и сюда приходит А если вытянуть перемычку То уже ничего приходить не будет Ни на средний Ни на тот, с кем он замкнут Вот Так что Это как специально, что ли Сделано, чтобы спалили Ну, а временные интервалы То есть, таким вот образом Вы можете замкнуть Он будет всегда работать Ну, а временные интервалы Какое время задаются перемычками Можно посмотреть на сайте Ну, на странице товара Ну, в общем, вот оно расположение Перемычек Вот оно показано Сейчас оно вот так вот и стоит Одна, вторая И надета вот эта перемычка Значит, это длинное время Вот оно напишет Надето S4, не надето S4 То есть, вот он S4 Вот он Если надет, то вот это время Если не надет, то вот это время И здесь показывают расположение вот так Вот они сейчас так и стоят То есть, в таком положении Это от 1,5 секунд Если Крутилочка на самом 0,1,5 секунд Если на самом верху Ну, то есть, крутилка на минимальном положении 1,5 Если на максимальном 14,5 секунд Вот Если передвинуть их наоборот Верхнюю сюда, а нижнюю сюда Это от 6 секунд до 58 секунд Если две сюда При надетом S4 От 48 секунд до 463 секунд То есть, две с этой стороны перемычки То есть, две вот здесь будут стоять Это Вот Такое вот количество секунд А если не надето, то В таком положении То, что будет 340 секунд максимум И в итоге Вот она таблица Как вы можете Выставить перемычки И задать время Ну, а дальше Уже опытным путем Вы же не знаете, сколько у вас там секунд 380 или 3000 Это нужно вот крутить И засекать Получается Ну, выставили То есть, например Две перемычки сюда S4 надето В минимальном положении Это столько Это в максимальном Стоп Это А если где-то в промежутке Ну Вы можете примерно Знать, сколько это Но не точно Точно Это нужно уже засекать Вот Что тоже Как бы неудобно Ну и в принципе Все Такая таблица И здесь Благодаря этой таблице Становится все понятно Что Вот эти вот перемычки Задают время А будет это время Коротким или долгим Задает вот эта вот перемычка Но промежуток времени Вот этот вот разбег Определяет вот эта вот крутелочка Ну, а дальше Вы нажимаете на кнопочку И реле включается И начинает отсчитывать Заданный промежуток времени А вот эта вот перемычка Привозит сюда 12 вольт На средний контакт Который Замыкнется с каким-то Из этих контактов И соответственно Туда передаст эти 12 вольт Вот в принципе и все Ну, а я получается Покупал это реле Для Вот этой вот штуки Для Датчика Движения Получается Приходит питание На датчик движения И когда Появится движение Датчик питания Выдаст напряжение На выход Ну, то есть Это пришло Но не выходит До тех пор Пока не появится движение Движение появилось Начинает выходить питание Таким образом Включая Свет А если мне нужно Чтобы свет выключался А не включался То есть По датчику движения Чтобы свет Не загорался А наоборот Тух То получается Мы Подключаем Датчик движения А на выход К нему Подключаем Вот это реле То есть Сюда 12 вольт Приходит А из датчика движения 12 вольт Приходит сюда И получается В таком состоянии У нас Вот здесь Будут контакты Замкнутая Лампочка Получается С верхним Будет замкнутой И нижним Контактом И работает Светит Как только Полуявилось движение Датчик Ну, как только Передачка Датчик движения Увидел движение Когда оно появилось Он Дает на выход 12 вольт 12 вольт Приходит сюда И вот эту Перемычку Которая здесь Нам не нужна Потому что У нас там будет 220 вольт Кстати, хорошо Что она здесь есть Не нужно ничего Придумывать Мы вставим сюда И получается Когда появилось Движение Пришло сюда 12 вольт Но не выходит Датчик движения Смотрит Есть ли движение Движение появилось Начинает выходить 12 вольт И как только Оно пришло сюда Ну, то есть Вот Реле не работает Появилось движение Датчик Датчик движения Дает на выход Питание Питание приходит На реле Так, сейчас Включу На реле приходит И реле сразу Включается И А так как у нас Свет Провод света Замкнут Вот этими Двумя контактами Он работал А когда реле Включилось Получается Контакт размыкается Средний С верхним И замыкается С нижним И получается Свет выключается Потому что Контакты Разомкнулись Все Погас То есть Таким образом Датчик движения Будет не зажигать Свет А тушить Датчик движения Датчик движения Датчик движения Датчик движения Датчик движения Датчик движения Перестает передавать Питание на реле Оно гаснет Контакт Замыкается С верхним И Лампочка Включается Вот и все И таким вот образом Будет работать Так и задумывалось Мною Ну то есть Задача была Сделать так Чтобы датчик движения Не включал Лампочку А выключал И благодаря этому реле Которая будет Подсоединена К выходу Датчка движения Эта задача Теперь Может быть Осуществлена Что кстати Что кстати Удобно И Хорошо что Они положили сюда Вот этот вот Колпачок Теперь его можно Здесь он мне не нужен 12 вольт сюда выдавать Но стоя его Можно замкнуть Вот здесь И И Использовать Сразу Ну как Как я уже Описал Чтобы Реле Всегда работало Ну и вот Получается Когда Реле Выключено То есть Вот она Лампочка Она работает Датчик движения Увидел Движение Включил Реле Лампочка Перестала Работать Потом Движения Нету Прошла Минута Датчик Движения Перестает Подавать Питание На реле Оно Гаснет Ну и все И лампочка Снова Включается Так что Такая вот Схема Подключения Жалко Жалко Кстати Здесь В них Нету Функции Типа Включать Ну типа Чтобы Чтобы Здесь Не было Такой Жалко Что Здесь Нету Какой-то Перемычки Которая Либо Давала Питание Либо Наоборот Не давала То есть Движения Нет Питание Подается Движения Нет Есть Перестает Подаваться А тут Наоборот Движение Есть Подается Питание Нету Перестает Была Какая-то Перемычка И Не Пришлось Мудрить Вот Такие Вот Схемы Подключения Вот Так Что Такое Вот Реле Все Его Функции Вы Уже Знаете Ну На Это Все Всем Покедова